К чему мы приходим? То, что фотографируются не разные изделия, а разные материалы. Если речь заходит о ретуши предметки, то на самом деле кто-то спрашивает, как ретушировать кольца, как ретушировать серьги. И этот же человек спрашивает, а как ретушировать часы? Точно так же, как кольца и серьги. Как ретушировать банки кремов? А как ретушировать айфоны? Точно так же, как банки кремов. Они сделаны из одинаковых материалов. То есть все сводится к тому, что тот или иной предмет сделан из того или иного материала. Это может быть стекло или пластик, похожий на стекло. То есть из материала глянцевого или матового, в данном случае глянцевого, который способен отражать свет, зеркалить его. Это работа с пластиком, матовым и глянцевым. Это работа с металлом, опять же матовым и глянцевым. И это работа с драгоценными камнями, которая в общем-то сводится, точнее отдельная ниша, это работа с драгоценными камнями. Туда же относится, например, обработка каких-нибудь коктейлей, каких-нибудь напитков в бокале. То есть вот напиток в бокале, коктейль и брюлик какой-нибудь сапфиром. По ретуши между собой не отличаются вообще никак. То есть это одно и то же. Вот отсюда сразу хочу вам сказать, что если вы сталкиваетесь с редостными предметами и чего-то не знаете, мыслите шире, думайте на что это похоже по процессу и по составляющим, по своим физическим характеристикам. Из того, что вы уже умеете. Давайте мы с вами сделаем вот что. Мы с вами сейчас попробуем отретушировать, точнее я покажу, в какую сторону думать. На тему колечка. Это кольцо, часть мастер-класса «Густелин колец». Вот так вот оно выглядит. При съемке предметки, съемка, кстати, совершенно жуткая и ужасная, можно было снять нормальное и не получить таких неприятностей в процессе ретуши. В чем, собственно, заключается проблема, помимо откровенно плохой съемки данного конкретного снимка. Когда мы фотографируем предметку, мы сталкиваемся с проблемой малой глубины резкости. Резкое изображение пространства. Что это значит? Это значит, что брюлик у нас будет в фокусе, а нижняя часть кольца будет в расфокусе. На вопрос, почему нельзя закрыть диафрагму сильно и получить большую глубину резкости, в этот момент отвечают и говорят слово «дифракция». Поэтому нельзя. Поэтому камеру ставят на штатив и, соответственно, делают несколько версий одного и того же кадра с разной точкой фокусе. В итоге получается в данном случае 4 кадра и давайте мы с вами их воедино соберем. Сразу хочу сказать, что обычно в этом месте в любой группе находится один-два человека, который говорит про геликон фокус и говорит, что это крутая штука. Круто. Оставим геликон фокус, геликон фокус. Мы с вами про фотошоп тут разговариваем. Давайте мы откроем все 4 рапки сразу в АЦЛ. Вот они. И убедимся, что ничего в кадре в принципе не меняется, кроме, если присмотреться, точкой фокусировки. Нам надо эти кадры одинаково отконвертировать. Поэтому мы с вами один кадр сделаем, отконвертируем, а к остальным применим синхронайс на вроде того, как мы делали с каталожкой. Собственно, какие здесь проблемы? Во-первых, когда речь идет о ювелирке, обо всякой, к вам заказчик, если заказчик грамотный, а если неграмотный и сам с этим не придет, значит сами должны спросить. Это цвет металла. Я понятия не имею, откуда в школе про файл взялись эти 4 рапки, кто фотографировал это кольцо. И я не знаю, кто заказчик. Поэтому мы в гостоверном с вами не знаем, из какого металла сделано это кольцо. Платина это белое золото или это вообще серебро, что уж вряд ли не ржавейка может быть. Неизвестно. Поэтому давайте себе придумаем, что это белое золото или платина, которые не имеют цвета. То есть такие металлические серебрики. Обычно заказчик знает, чего он хочет, он иногда забывает об этом сказать, но в этом случае вы обязательно должны спросить. Потому что для разного золота, разной пробы у заказчика есть чуть ли не свой понтон. Что вот здесь оно должно желтеть вот так, с указанием на конкретный цвет, а вот это кольцо должно желтеть по-другому. Указание на конкретный совершенно цвет. Поэтому здесь будьте внимательны. Здесь у нас с балансом белого явно какая-то беда. Но мы с вами не будем крутить баланс белого здесь. Мы будем с вами обесцвечивать в итоге металл. Поскольку нет смысла здесь бороться с хроматикой в среднем. Потому как мы просто не знаем, к чему мы должны прийти в данном конкретном цвет. Поэтому баланс белого я здесь не трогаю. Я здесь повышу кларити и разведу точку черного и точку белого. Таким образом, чтобы просто все стало по контрастнее. Это для металла довольно важно. Он должен быть четкий и звонкий. Дальше я перейду кисти локальной коррекции. Сброшу все по нулям и сделаю то, что обычно делается с камнем. К камню. Слышите камень, значит фотки с коктейлями тоже туда же. Для проявления глубины камня часто используют кларити. В умеренных, пожалуйста, количествах. Сильно не увлекайтесь. Которые прорисовывают, позволяют чуть лучше проявить некоторый внутренний объем. И контрастность тоже можно чуть-чуть задрать. То есть экспозицию тоже задираю. Но ее я правлю скорее потому, что когда мы кларити порисовали, по ощущениям камень стал более темным. Что делаем дальше? Дальше. В принципе это все конвертирование, которое здесь можно было бы получить. Остальное мы сделаем в шопе. Мы выберем это все, синхронизируем по всем параметрам, согласимся с этим безмолвно и нажмем на данный. Сделаем. У нас, соответственно, образовались XMP-шки. Что им спасибо? Дальше. Тоже делаю редко, поэтому периодически путаю. Дальше нам нужно каким-то образом совместить эти четыре кадра и собрать в одну картинку. Это делается через файл scripts. Господи, load files into step. И Photoshop нам предложит выбрать, собственно, эти самые файлы. Так, на рабочем столе у меня бардак. Сейчас я их найду, где они у меня лежат. Profile, техническая ретушь, шестое занятие, колечко. И забираю я отсюда, собственно, равки. Вот они, XMP-шки, которые возникли после конвертации. И забираю я, собственно, равки. По поводу хроматической аберрации. ВЦР, если она у вас возникает, эта хроматическая аберрация, правьте. На этом кольце я ее как-то не заметил особо. Хроматическую аберрацию. Тут ее вроде как и нет. Еще раз, да, мы в конкретном данном случае будем убирать цвет везде, кроме камня. Поэтому хроматическая аберрация здесь никак над нами злую шутку не сыграет. Но тут действительно ее нигде и нет. Если вы ее видите, конечно, в рабконвертере с ней стоит бороться. Это вопрос не к предметке, а в принципе к хроматической аберрации, к тому, как к ней избавляться. На стадии конвертера, если эту задачу можно решить, почему бы этого не делать. Открываем. Все это грузится вот сюда. Дальше мы должны с вами поставить галочку. Attempt to automatically align source image. Что в переводе с английского значит, что фотошоп извиняется перед нами заранее и говорит, что он попытается предприменить все возможное, чтобы автоматически уравнять объект на разных слоях таким образом, чтобы... Ну, повернуть чуть-чуть каждую картинку, так, чтобы объекты совпали. Вот. Создавать смарт-объекты из этого всего нам не надо. Просто соглашаемся, откидываемся на спинку стула и ждем. Вот все, что связано с стеками, еще с чем-то, оно такое небыстрое, не самое быстрое, которое может быть. Шоп просто в одном послоннике открывает нам в каждом слое, дальше выделили все слои, пошли в edit и в auto-blend layers. У нас на каждой фотке в брасфокус ушла определенная везде разная часть кольца. Мы вызываем с вами auto-blend layers и он нам предлагает, фотошоп, выбрать два метода. Либо собрать панораму, так можно панораму собирать, либо собрать из одинаковых картинок с разной глубиной резкости. Это видно по эшольце, которая у нас там на снимке. Тут она размытая, а тут она не размытая. Галка simulate tone and colors стоит, фотошоп попытается, если он найдет какие-то хроматические или яркостные несоответствия, кое-где одних и тех же объектов в одном и том же месте, он пытается их уравнять. Дальше опять откидываемся на спинку кресла и опять ждем. В итоге у нас останется так же, как и было, четыре слоя, но на них появятся маски, потому что маски довольно жесткие. При всем при этом финальный результат должен удовлетворить нашим требованиям. Мы должны получить кольцо полностью четкое и полностью резкое, без нерезких полей и областей. Вот это вот та операция, которую часто приходится делать при резких предметах. Вот мы получили с вами, вы видите, в слоях набор масок. В итоге мы получили абсолютно резкое кольцо. Если вдруг вас не устраивает промахнуться где-то автоматически алгоритм и фотошоп плохо сработал, вы откатываетесь на одно действие назад и еще раз применяете. Он по-другому будет рассчитывать. То есть у него раз на раз не приходится почему-то. После того, как все это дело сделано, мы с вами можем убедиться, что у нас все в резкости. А сейчас мы отключим одну маску и видим, что вот здесь было не резко. Тут все везде резко. Можно схлопнуть все слои и дальше работать вот с этим. Так, как ретачить металл? Металл по своей сути не имеет никакой текстуры. Ну, за редким исключением в каких-то специфических моментах. Но вообще-то он такой гладкий. И таким образом мы с вами можем сказать, что все, что в толще металла лежит на ВЧ, оно очень, ну, фотографический шум, очень незначительная текстура. Поэтому эту незначительную текстуру можно, да, раскладывать, выгонять в высокую частоту с очень маленьким радиусом, 0,2 пиксела. Либо игнорировать эту высокую частоту и дальше просто аккуратно поднакидывать шум. Я обычно игнорирую в этих случаях. Вот, однако надо помнить, мыло быть не должно сверху, тогда очень деликатно набросайте шум. Или все-таки раскладывайте на верхний и нижний. Верхний очень-очень-очень малюсенький, да, то есть 0,1, 0,2, 0,3 пиксела в зависимости от ситуации. Вот. Я сейчас раскладывать не буду, я буду работать миксером непосредственно по самой фотке. Поскольку я вне частотного разложения, я могу, поскольку у меня один единственный слой, background, я создаю чистый слой, нажимаю на галку Sample All Layers в настройках миксер-браша. И дальше ставлю Hardness на побольше. Дальше мы с вами кисточку в процессе работы немножко подстроим. И давайте-ка вот что еще сделаем. Мы с вами металл обесцветим. Можно сделать, в общем, как угодно. Давайте мы его полностью обесцвечивать не будем. Мы из него уберем такую оранжевую составляющую. Для этого мы с вами накинем Channel Mixer, положим его в режим Lighten и выберем пресет Black & White with Orange Filter. У нас исключится из всей картинки вся оранжевая составляющая. Станет черно-белой. Вот так вот избавились от паразитного оттенка. Солью эти слои. И вот дальше уже буду миксером орубивать. В чем заключается задача ретуши по металлу? Во-первых, это частотка, это уже предметы. Все должно быть нарочито, геометрично, рукотворным, скажем так. То есть все должно быть идеально. По линейке прочерчено, грубо говоря. Это касается и форм, и составляющего. Под составляющего. Что я имею ввиду под составляющего? Вот, например, у нас есть черный блик на ребре кольца. Он имеет неправильную форму внутри себя, а должен иметь совершенно правильную. У нас внизу есть некий перепад яркостей, плавно переходящих друг к другу. То есть мы имеем внизу, вот здесь находится, градиент. Если где-то есть градиент, он должен быть математически идеальным, скажем так. Это требование к работе с предметкой. После того, как мы с вами кисточку взяли миксера чуть-чуть пожестче, чем обычно, мы с вами начинаем точно так же все это дело размазывать. И вот в процессе этой размазки должны быть совершенно четкие контуры и совершенно плавные градиенты. Инструмент один. Делений на часах 12. Вот вы этим одним инструментом все деления, а может быть и больше, сидите и это все дело вытираете. Не должно остаться вообще ничего. Да, по поводу пробы. По поводу пробы. Хотите убирайте, хотите оставляйте. В реальной жизни, в реальных боевых условиях заказчик вам скажет, оставлять пробу или убирать. Может забыть вам об этом сказать, тогда вы должны спросить сами. Потому что если выяснится, что ее надо оставить, а вы уберете, вы, соответственно, проделаете лишнюю работу. Вот. Все это дело вот так вот размазывается. Вы видите, что у нас с вами появляются такие маркировки кисти, скажем так. В таком случае, да, чтобы они не появлялись. Вам надо уменьшить спейсинг в соответствующем образом. Чем меньше спейсинг, тем меньше эту маркировку видно. Ну, вот это вот расстояние между кружочками мазков кисти. Но, тем больше становится флоу. Не в цифрах, а по ощущениям. Поэтому, если спейсинг снижаете, флоу тоже снижайте. Иначе будет очень плотная кисть. Вот. И это все дело вытираете. И еще учтите, что когда вы спейсинг сделаете меньше, шоку надо будет больше времени, чтобы подумать. То есть, производится в одном штрихе не 100 операций, а 400 операций. То есть, 400 мазков. То есть, все просто вешается на процессор. Собственно, что еще? На что еще следует обратить внимание? Я здесь это не затираю, сразу предупреждаю. Это некоторым больше волосы нравится, некоторым больше нравится предмет. Но плюс-минус все сходятся. То же самое, что рисовать волосы. То есть, ну, так же. Значит, обычно в этом месте еще в группах обязательно находится кто-нибудь, кто говорит про статью Новака по поводу ретуши предметов, по поводу серфейс-блюра, по поводу медиана и прочего. Мне категорически не нравятся варианты ни серфейс-блюра, ни медиана, ни то, что предлагает Новака в своей статье. Меня лично такое качество не устраивает. Если вас устраивает, вы можете прочитать статью Новака по поводу ретуши предметов и ретушировать так. Все градиенты отрисовывать вручную. Механически, как их положить? Я, честно говоря, не пробовал. Я никогда не пробовал эти градиенты класть механически, потому что геометрия, форма, она своя. Если вы как-то работаете с тем, что в фотошопе называется градиент, он встречается в разных местах. На самом деле, алгоритм везде один и прочее, он очень сложно модифицируем под форму. Давайте я вам открою файл от ретушированного этого кольца, чтобы вы понимали просто, к чему стремиться, и мы на нем посмотрим. Это часов, наверное, 9 работы. Давайте быстренько по слоям пробежимся. Собственно, все не нужно, я тут сейчас уберу. Выключу. Так, вот оно, наше кольцо. Вот оно, наш. Я здесь делал не через ченнелмиксер, а через black and white. В общем, как обесцветить металл, по большому счету, мне еще важно. И дальше пошел этот самый миксер. Так, тень. И миксер. То есть, вы видите, в клиппинг маске, просто я здесь набросил, чтобы не обтравливать еще раз. Но фактически вот это все замиксерено сейчас. Обратите, пожалуйста, внимание, что вот это черное отражение, например, я не просто привел геометрически правильно, я его убрал вообще. И вот здесь черное отражение тоже убрал вообще. Почему? Потому что они визуально загрязняют это самое кольцо. В самом по себе черном цвете, в каких-то металлических вещах нет ничего страшного, это вполне естественно. Но никогда оно такое большое по площади. Убираю, кольцо становится таким, пластиковым. Пластиковым. При всем при этом достаточно гладеньким. После того, как оно стало пластиковым, мне приходится доджин-берни. То есть, по дублю слоя с миксером я это все делаю доджин-берни. Доджин-берни, причем в данном случае по деструктивному образцу, потому что у меня есть, соответственно, рейндж, которым мне будет удобно пользоваться. И что касается металла. Возможно, выбитые белые блики и возможно, выбитые черные тени. То есть, это очень высоко контрастный материал. Вот, доджин-берни, подберниваю где-то что-то отдельное. Ну и в итоге еще сильнее увеличиваю контраст. У меня фактически довольно много получается выбитых элементов. И в итоге получаю большую глянцевость всего самого этого изделия. То есть, чем контрастнее оно будет, при всем при этом без потери деталей, с четкими-четкими контурами, с плавными-плавными градиентами, тем, соответственно, это все будет ближе, больше похоже на картинку или 3D-рендер. То есть, это идеал выхолощенное и вылизанное. Но это то, за что клиент готов платить деньги, от чего он тащится. Вот, и, собственно, ну это такой, такая хай-эндовая предметка, скажем так. Хай-эндовая работа с металлами. Естественно, если вы делаете ретушь для какого-нибудь интернет-магазина, от вас не будет никто такого требует. То есть, распечатка на стену. Камень практически не ретушировал, но давайте, то есть, здесь у нас фокус был на металле. Камень я сейчас покажу на другом примере, где камень просто крупнее. Камень. 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 Камень.